Так, в прошлый раз мне накидали галадриков за шиворот, за то, что я слишком умирающе рассказываю о своём опыте уколов симовиком. Поэтому я дождалась опять суперусталого состояния и буду опять вам рассказывать, какой у меня опыт употребления, ну в смысле употребления, да, действительно, какой у меня опыт от уколов симовиком. Итак, сегодня у нас 24 сентября. Если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться, что где-то с 1 июля я кололась и колюсь симовиком. Я сразу, каким у меня есть озарение, зависит от периода использования препарата. Озарение первое. Если вы попали в категорию людей, у которых вес идёт медленно, и как-то вы вроде бы да, но нет, и что-то непонятно, то это значит, что вам нужна единица препарата. На 0,5 дозировки 0,5 не у всех происходит быстрая потеря веса, если вам нужна быстрая потеря веса. Сразу говорю, что я никому не рекомендую использовать этот препарат, если вам он не прописан врачом. Но есть какое-то огромное количество людей, у которых инсулинорезистентность, нет сахарного диабета, но их эндокринологи прописали. То есть сейчас что-то странное начинает появляться, но в любом случае отнеситесь к этому со всей ответственностью. Это всё-таки ваше здоровье, а не просто какой-то чил-способ. Все риски я осознаю, я согласна, просто не хочу себя в состоянии организма 120 и больше килограммов переживать, как будто бы мне от этого вреда для себя самое больше. Какими-то нормальными способами, если вы будете мне их советовать, я похудеть не смогла. А вот с помощью препарата, ну хотя бы какое-то движение началось. Итак, мой вес сейчас. Это же я буду медленно и грустно смотреть. Так, а что, где у меня? У меня три приложения, в которых можно записать вес. Это там, где Samsung, аккаунт, активность, где FatSecret и мой вес. Мы с вами находимся в точке. Так, 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 так. Ну давайте. Покажу в этом приложении, просто удобно показывать. Хотя в другом, может, графике, не знаю, просто методом тыка. Я когда вспомню, вот, знаете, сегодня взвесилась и настроение записать это в приложение. То есть, когда я была около 124 зимой, я не записывалась, потому что мне было грустно, и я это не зафиксировала, это не осталось в истории. Но я для себя знаю, что в районе 124 я была. Так, 29 июня 2024 года. Мой вес 121,5. То, что прибавка, это я, предыдущие измерения было вот здесь. Тут могут быть какие-то колебания, туда-сюда. Тут вообще было 118 в ноябре 23. Но тут не так, чтобы очень утешительно. И пойдёмте. Значит, июль 119. Конец июля 117,8. Конец августа... Нет, середина августа 116,2. И, значит, 11 сентября 114,9. Удивительно, да? Вроде бы топчемся. И вдруг, извините, 112,8. Что изменилось? Я перешла на единичку. Значит, в чём особенности похудения на препарате? Опыт, получается, мой уже почти за 3 месяца. Ну, первый период, где там 0,25 вы ничего не чувствуете. 0,5 вроде бы у вас снижается аппетит и как-то веселее. И, если вы начинаете питаться, взвешивая каждый приём пищи, и может, то есть вы это контролируете легче, чем обычно, то вес уходит достаточно быстро. Если вы действительно не доедаете по калориям, и у меня было, что я такая, я сегодня съела только на 800 калорий, и надо вот ещё немножко поесть. И ещё немножко поела, там на 900 калорий. Ну, хорошо. Проблема в чём? Проблема, что это может быстро надоеть. Я надоесть. Я держалась так, а сколько времени? Можете, я оставлю ссылку на мой телеграм-канал, и если вы отмотаете на пораньше, то там увидите, как я фиксировала 2 недели или больше я это делала, я не помню. А может и больше. И увидите, что, значит, я ела, если вам интересно и хотите. И вот тогда вес действительно начинает уходить как-то очень бодро. Потом, если вы это не фиксируете, то вы будете продолжать есть ту еду, к которой вы привыкли. У вас чуть быстрее будет наступать насыщение, но не вау. То есть у вас еда не будет ставать комом в горле, у вас не будет каких-то специальных звоночков, что типа вам хватит, отойдите от еды и чуть-чуть сдерживайте. То есть если у вас какое-то расстройство пищевого поведения такое полегче, то 0,5 уже поможет взять себя в руки. Что происходит на единичке? На единичке исчезает чувство голода, но не исчезают какие-то другие симптомы. Например, у нас сейчас нет отопления, и у меня сидячая работа. То есть я сижу. Так, извините, это я прервалась, потому что мне позвонили. Так, потеряла мысль. А, на единичке. Вот я сейчас, у нас нет отопления, у меня сидячая работа, я сижу за столом в компьютере, и я не могу согреться. Я в шерстяных носках, я в штанах, в толстовке и так далее. У меня ледяные ноги. То есть, как только я поем, то сразу же начинает согреваться. Я могу пить чай, но просто вы не представляете. То есть, я пью чай горячий, всё хорошо, и ноги он принципиально не согревает. Вот, не знаю, какой это такой интересный эффект. Это первое. И вы можете не есть, и ложиться спать вас ничего не будет беспокоить, но вы не сможете заснуть. Ну, по крайней мере, я с этим столкнулась, что вы лежите, и у вас как будто бы то ли тревожность, но почему-то сон не наступает. И такое у меня случалось в дни, когда, видимо, я как-то не добирала по калориям, хотя, наверное, это, в принципе, должно сопровождать процесс похудения, но вот бессонницу я у себя обнаружила именно по причине, вот как-то, что не доело, и как-то это упустило. Проблема в чём, что вы можете есть, насыщение наступает очень быстро, то есть надо уменьшать размер порции, уже ничего я не взвешиваю, не записываю, потому что как будто бы нет в этом необходимости. Я не хочу, вот я поела Макдональдс, не ела его очень давно, то есть вас не тошнит всё нормально, ну, по крайней мере, со мной такое случилось. Я поела картошечку, половину бургера и одну четвёртую стакана с соком. Но уже от картошечки мне стало так плохо, что я... У меня потом было, конечно, расстройство кишечника, и, ну, вот, видимо, выброс желчи, да, то есть всё-таки вот алкоголь я не употребляла, и он не показан, ну, то есть его нельзя сочетать, это первое. И вот есть подозрение, что на еду, которая жирная, тоже, вот, то же самое, то есть организм реагирует по-другому, видимо, какая-то нагрузка, да, то есть вот это учтите. Жирная даст вам какой-то не совсем интересный эффект, опасный для здоровья. А так, единственное, то есть я даже перестала любить, не знаю, с этим связаны или нет, роллы. Мне это неинтересно. Единственная фаза, ну, такой вкусной-вкусной еды, если что-то хочется, это том-ям и поке. Да, это где мешанина с рисом, там, с креветками, с овощами и том-ям. И больше у меня пока никакой страсти нет. Выпечку я не хочу, сладкое вроде бы тоже не хочу. Сладкое, которое я ем, это малиновое варенье домашнее и творог. Ну, такой у меня десерт. Но я ем это не за, ну, то есть небольшими порциями. Что ещё изменилось? Я могу есть лаваш какой-то, но если я делаю домашнее какое-то блюдо, или шурма где-то случается. Но хлеба нет, колбасы нет, чего ещё нет. Конфеты, да, миллион лет назад не ела, ничего совершенно, ну, это неинтересно, нет к нему какого-то, какого-то позыва и так далее. Поэтому вот сладкое я, что-то типа тортиков, каких-то кексов я не ела. Не знаю, как реагирует организм на такие продукты. Дальше. В принципе, что ещё есть? Ну, вот единственное, что трудно засыпать, головных болей нет, тошноты вроде бы тоже нет. Надо очень тяжело отконтролировать, чтобы вот вас не придавило едой, потому что вы можете поесть, и вроде бы вы бодры, веселы, чувства голода у вас нет, но вы думаете, сегодня надо бы ещё витаминизироваться и съесть яблочко. Как я сегодня вечером? Я съела яблочко и поняла, что у меня вот оно стоит поперёк вообще всего. Хотя я и уела из соображений, ну, раз у меня нет голода, что просто я добавлю немножко витаминчиков. Но не надо было. В принципе, пока мне больше ничего сказать. Я оставлю свой телеграм-канал, который посвящён еде и моему переживанию веса. Не знаю, куда я его дальше, что с ним сделаю. Он у меня без комментариев от подписчиков. Нужны ли комментарии для подписчиков, если вы вдруг станете подписчиками, чтобы вы что-то писали ругательное. Не знаю. То есть там какие-то нерегулярные заметки. То есть я туда пишу какие-то свои результаты и так далее. Просто по настроению. В принципе, всё. Желаю всем быть стройными и здоровыми. И не использовать никакие препараты, а похудеть здоровым образом жизни. Да, и если вы всё-таки решили использовать препарат, то использовать его как толчок для того, чтобы в дальнейшем больше никогда не вернуться в свой вес, в котором вы сейчас находитесь. Я давно, ну как, год, наверное, назад, приобрела рубашку фланелевую на Авито от Mark & Spencer. И у них там самый, по-моему, большой размер. И я надеялась, что... Я ни разу не меряла никакие вещи Mark & Spencer в магазинах. Но вроде бы от девушек в теле я слышала, что они носят эту марку. Я говорю, ну, наверное, там оверсайз. А когда пришла эта рубашка, она мне очень понравилась. Но оказалось, что она не оверсайз в масштабах H&M. И она у меня висела. И я вот вчера её достала из шкафа, и она на мне застегнулась нормально. Только вот чуть-чуть-чуть ещё вот здесь, в плечах не так свободно, как идеально могло бы быть. То есть ещё буквально немножко, и я смогу её носить. И она мне будет хорошо. И у меня ещё что было. У меня были куплены очки. Ну, неважно, они были в порыве, значит, заказаны и так далее. Когда у меня ещё вес был, видимо, чуть-чуть пониже. И я не знаю, если среди вас те, кто не носит очки, имеет значение, насколько у вас может быть выгнута вот здесь вот эта прямая. То есть у меня очки при надевании вот как будто бы немножко выгибаются вперёд. Потому что у меня, видимо, слишком толстое лицо для этих очков. Ну, не для этих, этим не хорошо, а для тех, которые у меня две оправы ещё лежат. И я вчера надела, и вроде бы одни очки не так искажают. Значит, они мне сели лучше. Где-то здесь у меня, видимо, жир был на лице. Ещё надо немножко подождать. Надеюсь, что они на меня налезут. А потому что эти очки уже чуть-чуть уставшие. То есть я их этой домашничке, и я в них хожу везде. Всегда хорошо иметь запас оправ, который вам подходит. Потому что чего только не бывает. А всё равно ждать, пока сделают, достаточно бывает долго. Так, что ещё? Планирую продолжать колодить единичку. Проблема, что мы начали физически активничать с мужем. Но опять работа придавила. Поэтому вот задача у меня максимум, минимум. Ещё раз смазать беговую дорожку. Я её каждый раз смазываю, и потом по ней никто не ходит. И там ещё была проблема, что беговая дорожка, она у меня дорогая. Там дороговизна дорожки связана с весом, который она может выдерживать на себе. А моя дорожка до 130 килограммов. И когда я была 120, когда, 300 лет тому назад, называется, совсем недавно, то она издавала странные звуки всё равно. Хотя я шла со скоростью не более 5 километров в час. Теперь у меня есть подозрения, а вдруг этот звук пропадёт, просто потому, что у меня уменьшился вес. То есть это тоже супер плюс. Надо это наблюдать. В принципе, по выносливности я сейчас с собой более-менее недовольна. То есть вот здесь мы активно ходили, гуляли, как будто бы я стала меньше задыхаться, и ноги у меня совсем не устают. Но надо как-то продолжать в том же духе. И что ещё? Но пока всё. То есть вот такие задачи. Не знаю, буду ли я ещё поднимать эту тему на своём канале. Надо, не надо, как хотите. Да, то есть всего всем самого хорошего. Этот был такой по скриптам. Пока. 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 Пока.